МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. В Республике приступили к реализации третьего этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. За это время необходимо предоставить новые квартиры трем тысячам жителей. Сносить ветхие дома продолжают и в столице Чувашии. Работы ведутся активными темпами. Подробности в следующем материале. Более 250 семей из Чебоксар в ближайшее время справят новоселье в благоустроенных квартирах. Все они переселенцы из аварийного жилья. В столице Республики предстоит снести 22 барака. Эта работа уже началась. У нас уже строится. Часть жилья уже передали. И районы уже распределяют. До конца года мы должны, конечно, программы тоже. Но часть, наверное, скорее всего, если строитель не справится, перейдет на первый квартал 2016 года. Без жилья не останется никто. Необычная подробность. Ключи от новой квартиры получит житель столицы, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии. Дом сносится, уже всех переселили, остался один он. Но, тем не менее, мы уже решение приняли о представлении ему жилого помещения. В 2016 году он освобождается, для него уже жилье готово. Всего в республике необходимо снести 850 аварийных домов, в которых проживают более 13 тысяч человек. Пять муниципалитетов уже реализовали эту программу. Это в Красночитайском, Янтиковском районах, Яльчиках и Батревском районе и в одном городском округе, городе Новочебоксарский. На сегодняшний день перелеселено 1262 человека из 491 жилого помещения. Второй этап завершили в 8 муниципальных образованиях. Из 21 это в Валиковском, Козловском, Маринско-Пасадском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Шамуршинском районах и городе Канаше. Реализацию этой программы держит на контроле и глава республики. Переселить всех нуждающихся в новые квартиры муниципальные власти обязаны в отведенные сроки. Республиканская адресная программа и по республике, и по муниципальным образованиям, конечно, она утверждена. Поэтапно все расписано. Первый этап, к сведению, хочу сказать или напомнить, мы завершили. Второй этап в работе отдельное муниципальное образование завершили. В результате выполнения своих целевых показателей по переселению жителей, семей с аварийного жилищного фонда, которые были признаны на 1 января 2019 года аварийными. Разные рабочие споры возникают, соответственно, с фондом, который на уровне правительства обозначен как уполномоченным органом по проведению этих мероприятий. Касаясь вопроса финансирования, никаких проблем не было и нет. Решить проблему с аварийным жильем полностью в республике необходимо через два года. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Откуда берется чистая вода в кранах чебоксарцев, показали депутатам городского собрания. Они изучили систему водоснабжения столицы. Будут ли теперь народные избранники пить из-под крана? И почему необходимо повысить тарифы на воду, расскажет Ольга Пырочкина. Для очистки воды уже давно не используют хлор. Перешли на гипохлорид натрия. Он и безопаснее, и обеззараживает лучшее. Начал рассказ директор водоканала для депутатов Чебоксарского городского собрания. Я пью из крана. Я вам сегодня могу демонстрировать, всем демонстрирую, что я доверяю лабораторию, потому что у нас стоят контрольные приборы. Они постоянно мониторят. Все, качество воды соответствует. Конечно, есть и в сетях, где-то в южном районе, там, да, сети изношены. Отсюда вот вода до источника, до последнего потребителя идет 24 часа. И чтобы она в течение 24 часов соответствовала, нужно ее постоянно поддерживать. То, что воду можно пить из-под крана, еще не означает, что на водоканале нет проблем. Первая всплыла на первом же объекте, в хлораторной. Еще в конце прошлого года реагенты для обеззараживания воды подорожали. Если гипохлорид производят чувашский химпром, и по цене еще можно договориться, то расходы на привозной сульфат аммония выросли почти в два раза. От него, конечно, не откажутся, однако это уменьшает другие статьи расходов, ремонт, модернизацию. В помещениях, где вода фильтруется и отстаивается, тоже не все гладко. Перила не меняли уже 14 лет. Ремонт таких, казалось, мелочей тоже требует денег. Заработная плата на водоканале ниже, чем в среднем по отрасли. Как следствие, молодежь работать не идет. Между тем, специалисты водоканала посчитали, сколько должен стоить куб воды для населения, чтобы у предприятия оставали средства на ремонт сетей и модернизацию системы водоснабжения. У нас самый низкий тариф в Привозской федеральной окноте, в городе Чебоксара. Это водоснабжение 13 рублей 39 копеек. В соседних городах у нас тарифы достигают и 27 рублей, и 30 в некоторых городах. Экономический обоснованный тариф у нас составляет намного выше. Практически, если бы мы вышли на экономический обоснованный тариф, у нас бы тариф, если бы нам утвердили, он был бы 30 рублей. Ну, как практически в регионах. Поднимать тариф на 100 или даже 50 процентов, разумеется, никто не будет. Но некоторое повышение горожан все-таки ждет. Пока приблизительно до 16 рублей 70 копеек. За счет того, что мы сейчас предусмотрим эту инвестсоставляющую, там она будет порядка 2,5 рублей в тарифе за куп воды. Это, в принципе, не такая уж и большая цифра. Но за счет этих средств мы сможем уже порядок приводить в наши сети. К сведению, проблемы водоканала теперь примут и депутаты. Сооружение, действительность и все аппаратуры, двигатели требуются замены, постоянной модернизации. В действительности требуется огромных вложений. Мы депутатским корпусом, работа эта наша, комиссия наша, конечно, будем смотреть и утверждать планы работы по бюджету на следующий год. К сожалению, тариф будет поднят, но это все оправдано. Это все ради благих целей, ради, в первую очередь, наших горожан. Сейчас будет обсуждение, я думаю, там поднимутся какие-то вопросы. Я бы хотел задать вопрос руководству водоканала. Нет ли какой-то возможности у учреждения дополнительно зарабатывать средства? Они занимаются водой. Как мы знаем, сегодня многие заказывают домой бутылизированную воду. Во всех офисах стоят кулеры. Не всегда эта вода бывает из артезианских схважин. Иногда это просто высокоочищенная вода. Есть и хорошие новости. По федеральной программе здесь строится комплекс по переработке осадка. Это означает, что водоканал прекратит забрасывать любые остатки, которые остаются после очистки в Волгу. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Трое жителей Чувашии скончались, отравившись алкоголем. Элитный ром содержал не этиловый, а метиловый спирт. Возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, молодые люди приобрели ром не в магазине, а с рук. Стоимость такой бутылки составляла около 200 рублей. Буквально на следующий день в БСМП были госпитализированы парень и девушка 22 и 20 лет. В районной больнице молодая женщина 30 лет. Диагноз у всех один – острое отравление метиловым спиртом. Поступили в тяжелом состоянии и довольно-таки поздно. У них были симптомы отравления, которые трудно было различить. Метиловый спирт является сильнейшим ядом. Он вообще называется древесный спирт. Летальная доза, то есть смертельная доза, его 100 миллилитров. Поражаются все органы, в первую очередь центральной нервной системы и почки. И возникают при запоздалом лечении тяжелые осложнения. Чаще всего, которые заканчиваются летальным исходом. Следствие выяснило, что суррогат был приобретен у одного и того же человека. Сейчас подозреваемые и трое его сообщников задержаны. Алкогольную продукцию продавали без соответствующей лицензии на территории республики в Чебоксарах и Аллатаре. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий. Проведено 10 обысков, в ходе которых изъято свыше 900 коробок со спиртосодержащей продукцией, которая в настоящее время направлена на судебно-химическую экспертизу. Также в целях экспертного установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас следователями предпринимаются необходимые меры по установлению источника происхождения указанного контрафактного алкоголя. Также принимаются меры по установлению всех точек сбыта этой алкогольной продукции, а также изъятию ее из незаконного оборота. Медики и правоохранители в один голос говорят, нужно внимательно относиться к покупке алкоголя, проверять наличие документов, приобретать в специализированных местах. Низкие цены должны вызывать подозрения, а не желание купить. Пренебрегая простыми правилами, можно лишиться самого главного – жизни. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Каждый год в 3-й четверг ноября мир отмечает день отказа от курения. Для тех, кто при упоминании о вреде табака машет рукой, несколько фактов. Чтобы заставить россиян вести здоровый образ жизни, российское правительство приняло антитабачный закон. За одну сигарету, выкуренную в неположенном месте, нарушителю грозит штраф в несколько тысяч рублей. В спачек сигарет на курильщиков смотрят устрашающие картинки, предупреждающие о том, что случится с теми, кто табаком злоупотребляет. А сами сигареты за последние три года подорожали в три раза. Для тех, кто все еще продолжает курить. Следующая информация специалистов. Из 150 миллионов ныне живущих россиян, 20 миллионов убьет табак. 10% курильщиков заболевают и умирают от злокачественных опухолей. У курильщиков нарушается подача кислорода к сердцу, развивается сердечно-сосудистое заболевание. 95% тех, кому раньше не хватало силы воли бросить курить, находят их после инфаркта. Будьте здоровы! Помочь отказаться от вредной привычки может спорт. В Чувашском государственном университете второй раз разыграли кубок ректора. В борьбу за него вступили будущие абитуриенты из девяти школ республики. Что ожидало участников на очередном празднике спорта в нашем следующем сюжете. На соревнованиях встретились будущие выпускники и студенты-первокурсники ЧГУ. Их ожидали одни и те же испытания. Бег на 50 метров, перетягивание каната, волейбол, мини-футбол и шашки. По итогам всех соревнований сильнейшая команда покинет стены вуза, держа в руках кубок ректора университета Андрея Александрова. Конечно, основная цель это привитие навыков здорового образа жизни для наших детям, ученикам, студентам. Но и вторая важная задача, вторая цель это помочь узнать университет, подружиться с теми, кто уже учится в нашем вузе. И, соответственно, сделать впоследствии правильный выбор. На равных соревновались не только школьники и студенты первых курсов университета. Футбол, как и в прошлом учебном году, сыграл сам ректор. Игра получилась захватывающая, да и сами соревнования удались. Делились впечатлениями участники. В Чигу мы еще не были, но мы были в Ибресе. Тоже было наподобие такого соревнования. Мы приехали, ну мы первый раз, мы третий год только играем в волейбол. Но мы надеемся, хоть и не первый, но хотя бы что-то узнать. Я пришел сюда, чтобы побеждать, но, к сожалению, я прибежал вторым. Не получилось, пришел поддержать свою школу. И на этих соревнованиях уже участвовал. Просто решила попробовать себя, потому что я занимаюсь спортом не так давно. Но хотела проверить свои силы и оценить все. Возраст не имеет значения и соперников недооценивать не нужно. Подобные соревнования на Кубок ректора Чувашского государственного университета будут проходить дважды в год. В прошлом году главный трофей достался Новочебоксарской гимназии номер 6. Сейчас же он был передан ученикам 61-й школы города Чубоксары. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Чувашия вошла в список 20 самых читающих регионов. Рейтинг определила жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион». У республики есть все шансы претендовать на звание «Литературный флагман России». 20 регионов, вошедшие в расширенный рейтинг, продемонстрировали значительный уровень инфраструктуры библиотек, системную поддержку литературных традиций, культуры и образования, серьезный подход органов власти к развитию культуры чтения. Кроме высоких статистических показателей, оценивались уникальные творческие и инновационные литературные проекты, реализованные в 2014-2015 годах. Конкурс «Самый читающий регион» проводится среди субъектов России впервые и является одним из ключевых мероприятий по проведению Года литературы в нашей стране. Регион, который удостоится звания «Литературный флагман» и станет читающей столицей в 2016 году, будет объявлен 27 ноября. Чебоксары в очередной раз превратятся в этнокультурный центр. Фестиваль «Истоки» пройдет в столице Чувашии уже во второй раз. В нем примут участие музыканты и коллективы с разных регионов страны. Дудальзак, бомбарда, зурна, цитоль. Увидеть, а самое главное – услышать звучание столь необычных музыкальных инструментов, можно будет уже завтра. 11 самобытных коллективов продемонстрируют уникальную манеру исполнения на четырех концертных площадках столицы. В выставочном центре «Радуга», институте культуры, музыкальном училище и музее истории трактора. В рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы, смешение традиций и инноваций, народного творчества и современного искусства. У эклектики всегда есть свой зритель. Это все, о чем мы успели рассказать вам сейчас. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова